Всем привет, с вами Умка, и сегодня мы вместе с вами будем играть в WildCraft. Неделю назад вышло обновление в этой игре, которое я, к сожалению, не снимала из-за лагов, багов, ну и, естественно, своей лени. Итак, что у нас появилось? У нас появился третий сезон Wild Pass. Очень такой насыщенный сезон, с хорошими наградами, естественно, в верхнем, ну и с такими так себе наградами в нижнем. Хотя лев, которого мы сейчас посмотрим с вами, у нас достаточно симпатичный. Я хоть и расстроилась, что он у нас будет, но нет, он достаточно прикольный. Итак, у нас в бесплатном есть бустеры, кристаллы, сундуки, одежда, эликсир, опять бустеры. Оттенок на розового гепарда, он, короче, становится еще разовее. Кристаллы, скин редкий на лошадь, но это для тех, кто только начинает играть. Эликсир, сундуки, оранжевый эликсир, я сейчас объясню, для кого он нужен. Кристаллы, бустеры, оттенок эксклюзивный на лисичку, ну, мне понравился, прикольный. Она и так рыжая, но ее сделали еще рыжее. Сундук, эмодзи, медвежий такой прикольный. Эликсир зеленый для поэтов, это, опять же, для новичков. И скин, вот такой вот красивый скин, я его потом еще покажу вам в приближении, чтобы вы посмотрели, очень красивый скин. Опять кристаллы, оттенки на медведя, то есть он стал еще белее или синее, я уж не знаю. Ну, будем получать, будем смотреть. Опять сундуки, оранжевый эликсир, питомец, которого у меня нету. Надеюсь, он за это время не выпадет, и я его получу. Я вот питомца очень сильно хочу. Сундук, аксессуары на льва, на вот этот вот скин, бустеры и одежда на льва. А в платном у нас, что у нас в платном? Питомец, уменьшенная версия китайского дракона, эмодзи, лисичка, сундук, два ключа, одежда на лошадку, бустеры, одежда на орла, оттенок, то есть крокодил зеленый еще стал зеленее, такой ядовитый оттенок приобрел. Оранжевый эликсир, бустеры, скин, кстати, редкий на льва, скин на лошадь, тоже очень красивые кристаллы, сундуки, легендарная одежда на лошадь, оттенок, стала более такая зеленая, аксессуар легендарный, сундук, например, приятный. Вот как раз-таки приятели, я вам их сейчас покажу. Оранжевый эликсир, оттенок синий на нашего этого льва, сундук, скин на орла, сейчас вам покажу. Бустеры, оранжевый эликсир, оттенок на этого орла, одежда на орла и оттенок такой более красный, такой, можно сказать, похожий на ад, что ли, оттенок. Ну и вот такое вот обновление. Сейчас давайте с вами рассмотрим все, что нам добавили по порядку. Начнем со льва. Рассмотрим на львице этот скин. Вот такой вот красивый скин достаточно. Ну и одежду на ней. Вот такая вот одежда и вот такая вот шапочка. Очень красивый, все дела. Вот такая вот лабуда. Рассмотрим теперь скин на льве. Вот такой вот скин. Ну, на льве он лучше, конечно, выглядит, чем на львице. И, не знаю, из-за гривы, наверное, мне больше нравится. Опять же, одежда. Она побольше теперь на льве. Ну и вот такая вот маска. Маска, вообще, конечно, шикарная. Прям такая маскарадная, все дела там, бальная. Ну, очень красивая. Теперь рассмотрим пэта. Пэт. Пэт. Ну, вот он он. Он, по-моему, да, он летает. Это второй питомец, который умеет летать из Вайлдпасса. К сожалению, их делают в платном. Хотелось бы хотя бы одного в бесплатном получить. Но даже если разработчики это сделают, он будет ужасный такой уродец. Далее. Теперь на лошадь. Ребята, на лошади это, конечно, что-то с чем-то. Ну, ей, конечно, идет и такая маска. Она очень красивая. Ну, у нее есть своя одежда. Такая красивая, болотная. Есть своя маска. Тоже красивая. В общем, лошадь мне понравилась. Но, к сожалению, она идет в платном. Я хотела, чтобы она была в бесплатном. Но, к сожалению, разработчики сделали не так. Так, теперь давайте посмотрим. Орла. Орел это помесь, наверное, дракона. Потому что крылья у него, конечно, похожи на дракона. И самые вроде как похожи на дракона. Так, ну вот она амуниция. Это одежда. Я сейчас его сделаю так, чтобы полетала. Вы увидите. Ну и маска. Маска, конечно, в два раза больше, чем сам орел. Но, тем не менее, очень красивая. Особенно мне понравилась на крылья одежда. Вот такая. Далее, что нам еще добавили? Нам добавили на вот эти новые мистики, на тигра одежду. Честно сказать, она мне вообще не зашла. Она какая-то странная. Ну вот, какой-то робот-тигр, если честно. Ну, мне вообще не зашла одежда. Даже носить ее, наверное, не буду. Далее, что нам добавили? Нам на гориллу добавили еще одежду. Ну, вот эти вот валентиновскую одежду. Это было на валентиновское обновление. Вот такую вот одежду нам добавили. Ну, естественно, она выглядит на ней упорото, и поэтому я ее не ношу. Далее. Что добавили теперь по поводу этих приятелей? У нас было три возможности добывать, так сказать, клевер, за которым мы можем делать крутку. Я сейчас покажу. На каждой карте стоит такой маленький баранчик. Сейчас я вам его покажу. Вот, смотрите. Выходим мы из логова. Выходим мы из логова и идем на карту. Вот это колесо. Колесо фортуны находится, например, в диких степях. Вот тут. Мы подходим к этому баранчику и нажимаем на него. За 150 клевера мы можем сделать одну крутку. Всего три крутки. Обновляются каждые... В три часа ночи, короче, идет обновление этой крутки. То есть три крутки каждый день. И по три крутки, короче, они обновляются три часа. Далее, что еще добавили? Добавили ловлю рыбы. Я сейчас вам покажу, как это делается. Большинство игроков рекомендует рыбу ловить, например, в джунглях, потому что в джунглях там вода не такая упоротая, и ловить там легче. А вот, например, в китайском лесу, где я пыталась выловить рыбу, я, к сожалению, выловить ее не смогла, потому что, ну, там вода ужасно светится, и я просто тупо пропускала рыбу. Вот такая вот ловля рыбы. Но здесь она стоять надо долго, минут пять, наверное, я стояла вчера, чтобы рыбку поймать. Одну. Ну, там не только рыбка, там черепашка, там такое вот. Так, сейчас мы с вами поймаем. И пока она стоит, ждет, я вам расскажу про еще одну лабуду. Короче, эта лабуда называется копание. Почему я не могла снимать? Потому что в прошлом, ну, в обновлении был баг, что на многих картах у некоторых игроков... Вот, кстати. Ой-ой-ой, она пролетела. А что я сделала? Зачем я прыгнула? Да, короче, у многих игроков на карте этих ямочек просто не было. И поэтому многие игроки не могли копать. На самом деле это копание, ну, очень много приносит клевера, но... Надо ямочку хотя бы сначала найти. Ну, вот, я искала, но, к сожалению, не нашла. Плюс был еще баг на арене. Давала какое-то своего рода бессмертие, что ли. Ну, там били-били, но не добивали. Ну, убить, конечно, можно было, но это был очень редкий случай. В основном убить было невозможно. Вот, видите? И я бью. И вот мне 9 листьев дается. Сейчас я попробую найти ямочку и вам показать, как она работает. Ну, вот она и ямочка, даже 2. Подходите, нажимаете на выкопать и нажимаете атаку. И выкапываете эту ямочку. Ну, вернее, докапываете. Вам дают очень много вот этого клевера. Для круток. 36 листьев. 39 мне иногда выпадало, кстати. Так, так. И так. Но бить, конечно, долго. Там урон маленький, поэтому... Да, 37. Вот. Для чего нужны вообще эти листья? Эти листья нужны для приятелей. Сейчас я вам покажу, где они. Вот они. Смотрите. Это у нас пчела, божья коровка, стрекоза, бабочка и калибри. Они как бустеры. Они дают плюхи для вашего главного, основного персонажа. Если честно, я не знаю, как они работают, потому что у меня за всю эту неделю ни разу не выпал ни один, ни один этот пэт. Кто-то их покупает, кто-то выбивает, но у меня, к сожалению, нет. Вот смотрите, повреждать. Это у меня хороший урон. Максимальное здоровье. Хорошее здоровье. Ну, кстати, божью коровку многие хвалят, потому что у медведя, у которого не добирает до 3000, там, например, 300, по-моему, или 3200, если с божьей коровкой играть. Стрекоза. 9% скорости. Энергоэффективность. То есть у нас энергии много. Ну и скорость атаки. Вообще, я против вообще вот этого всего, если нету этого эффективность, например, квеста. Ну, квест дает чуть больше опыта и монет. Или эффективность там, ну, не знаю, хэп, ну, этого, как его, экспи. Не дает чуть больше зарабатываемых очков для опыта. Так что вот так. Но помимо вот такого вот наземного вайлд вайлда, у нас еще появилось в океанском мире обновление, к сожалению, не карта. Я бы хотела очень сильно карту, жду, чтобы прокачивать зверей, чтобы открывать много сундуков. Но, к сожалению, нет. Они все добавляют пэтов, которые застревают, и одежду на ненужную, если честно, мне. Я, например, ее даже выбить не могу. Давайте сейчас посмотрим. Они добавили пэта красную рыбку. Ну, с одной стороны, да, она прикольная, но с нее толку, как сказала, молока вообще нету. Ну, и на рыбок добавили одежду, как ее, этот, валентиновскую. Ну, чтобы красиво выглядело. Да, прикольно выглядит, но, к сожалению, выбивается она безумно редко. Ну, что ж, друзья, вот такое вот видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Умка, и всем до скорой-скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok